Привет, дорогие друзья! Сегодня мы тренируем аудирование, listening. You will hear a dialogue in Russian in its natural speed, which means the speed Russian talk in everyday life. After the lesson, check the list of keywords and phrases from the lesson. While listening, you will see the script and please let your listening be active. Read the script out loud, imitate and copy intonation and pronunciation. Хорошо, давай поговорим немного о погоде. Например, вчера ты была в Москве, да? Какая погода была там? Да, я была по работе. Вчера был четверг. Так, дай-ка вспомню. Было довольно облачно, много туч на небе и местами был дождь, даже гроза. Но, надеюсь, ты не попала под дождь? Нет, не попала, к счастью. Я была почти все время где-то в здании и передвигалась по городу на машине. Ясно. Значит, дождь был местами и он был сильный, правильно? Да, был ливень, он шел где-то полчаса. Но это типично для мая, для мая месяца? Ты знаешь, по-разному. Вообще, да. Грозы, ливни бывают обычно в мае-июне. Если дождь идет осенью, то это такой долгий, моросящий дождь. Да-да-да, такой неприятный дождь. Хорошо. А температура? Было холодно? Нет, если честно, было жарко. Я думаю, градусов 35, если не больше. 35? Не может быть. Да. Больше похоже на тропический климат. Но это была Москва. Вообще, весна в этом году удивительно жаркая. Это точно. Говорят, что если зима очень холодная и снежная, то лето будет жарким. Не факт. Я бы не сказала. Сейчас климат очень меняется. Например, в этом году зима была очень снежная. Снег шел каждый день. Но сильных морозов не было. Я бы сказала, зима была мягкой для Москвы. Самый холодный день был, может, минус 10. И как тебе такая зима? Что хорошего? Снега было мало, но он быстро таял. Постоянно было сыро. Но вот, как мы видим, весна пока просто замечательная. Да-да, надеюсь, так и будет. Тем более, у тебя скоро отпуск. Я знаю, что на следующей неделе тоже обещают до плюс 30. Я не особо доверяю прогнозу погоды. Но думаю, да, должно быть теплом. Без осадков, без ветра. Никто не знает. Сложно сказать, какая будет погода через неделю. На самом деле, весной погода очень изменчивая. Ясно. Но в любом случае, если ты поедешь в отпуск на ют, то там почти всегда стоит жара летом. Я думаю, вы хорошо отдохнете. Да, мы поедем в отпуск в середине июня. Вода в море будет уже теплая. О, здорово. Хорошо отдохнуть вам. И спасибо большое, что помогла мне сегодня. Пожалуйста. Всегда рада помочь. Спасибо еще раз. Надеюсь, скоро увидимся. Конечно. Пока. Keep in mind and practice the following phrases and words. Местами был дождь. Попасть под дождь. For example. Я попала под сильный дождь сегодня. Ливень. Гроза. Моросящий дождь. Or дождь моросит. Не может быть. For example. Не может быть, что было так жарко. Говорят, что. For example. Говорят, что в Санкт-Петербурге завтра пойдет снег. Как тебе нравится? For example. Как тебе нравится моя новая песня? Снег тает. Снег тает. In the past tense. Снег таял. Снег растаял. Прогноз погоды. Прогноз погоды говорит что. Прогноз погоды обещает что. Я не доверяю прогнозу погоды. Я доверяю прогнозу погоды. Осадки. Без осадков. Изменчивая погода. Стоит жара. For example. Уже три недели стоит сильная жара. Хорошо отдохнуть. I hope you've enjoyed the lesson. It's been a pleasure having you here today. Turn on notifications to get all my latest lessons. And bye for now. Пока-пока.